Мы хотим, чтобы клиенты органов пробации, находясь на свободе, перешли на нормальную жизнь, не связанную с криминалом. Об этом было сказано на торжественном открытии офиса органов пробации Ленинского и Первомайского районов столицы. Обновленный центр был открыт при помощи управления ООН УНП. В нем для каждого сотрудника пробации предусмотрены отдельные кабинеты, а также имеется комната для работы с клиентами. Подробности в следующем материале. Помещение для сотрудников департамента пробации после капитального ремонта открыли в столице. В нем предусмотрены все соответствующие условия для работы. У каждого специалиста имеется кабинет, оснащенный всем необходимым для комфортной работы. На ремонт здания было потрачено 20 тысяч долларов. Здесь сотрудники будут помогать клиентам пробации, чтобы исключить повторного совершения преступлений. Не попал в места не столь отдаленные, потому что, наверное, очевидно, что тюремное заключение – это в десятки, в сотни раз дороже, чем альтернативные наказания. Это и для государства хорошо, и для общества, потому что не теряется человек из общества, он не выпадает, он интегрирован. И для семьи это очень важно. Это помещение было выделено мэрией столицы. В нем, кроме органов пробации, расположено Межрегиональное управление департамента пробации города Бишкек, Чуйской и Таласской областей. Со стороны программы ООН по развитию предоставлено 8 компьютеров, 7 МФУ и необходимая офисная мебель. Мы хотим, чтобы клиенты органов пробации, находясь на свободе, перешли на нормальную жизнь и связанную с криминалом, заявили специалисты. По всему миру уже есть понимание о том, что часто решение свободы – это неэффективное решение, и нам нужно оказаться в действии в социальной реинтеграции осужденного человека. Для этого создается служба пробации. И тот факт, что в этом году Киргизская Республика тоже создала такая служба, это, я считаю, очень важное достижение. Клиенты данного учреждения – лица, отбывающие наказание в органах пробации. Они являются не преступниками, а именно клиентами. В департаменте рассказали, что в первую очередь с ними проводится беседа. «После чего ставим к себе на учет, собираем про него все данные и заносим в личное дело. При каждом посещении клиентам департамента пробации мы заполняем анкету бесед. Таким образом, мы помогаем ему адаптироваться к социальной жизни. Надзор за клиентами пробации может длиться от одного года до трех лет». Эксперты заявляют, что если в течение первых трёх месяцев, когда вышедшие из отдалённых мест, встают на путь исправления, то они в последующих пойдут снова на преступление. А создание такого департамента было верным решением, сетуют они. Дзибек Шашембива, Дзянтай Макенов, «Пирамида».